Рассказываем, как бороться с кибербуллингом по методу Моргенштерна. Техническими средствами, то есть модерировать, удалять и банить, защититься от кибербуллинга невозможно. Буллинг – это организованная массовая травля, а не случайный единичный недоброжелатель. Если в классе все сговорились, что будут плевать в кого-то одного, то выдать тому, в кого плюют 30 человек пачку салфеток – это не решение проблемы буллинга. При кибербуллинге скучающий народ собирается, чтобы кого-нибудь потроллить да похейтить. Они так развлекаются. Мы как-то были на стриме у одного священника, в чате которого были исключительно хейтеры на религиозную тему, которые писали, что Бога нет, славили сатану, писали пошлые фантазии на тему, как забеременела Богородица. Батюшка бурно возмущался и банил за кощунство и богохульство. Но хулиганов становилось все больше и больше. Его планируемая аудитория, то есть православная молодежь, разбежалась, а хейтеры собрались со всего интернета, потому что весть о таком стриме и о таком батюшке быстро разлетелась по всему ТикТоку, и любители похейтить налетели как мухи на мушье лакомство. Про самый эффективный способ борьбы с буллингом спел Маргенштерн. Заметьте, он не комплексует быть клоуном и выглядеть смешно. Все хотят от меня шоу, все хотят я дам им шоу. Все, кто тебя буллит, хотят от тебя шоу, поэтому дай им шоу. Но не по их сценарию, а по своим... На попытки кибербуллинга надо отвечать своим креативным и остроумным контентом. Например, когда к нам в чат на стриме заваливает толпа хейтеров, которые орут что-то вроде там «Слава сатане», мы отвечаем что-то вроде «Привет, сатанисты!» и просим передать привет реальным блогерам, делающим контент на тему сатанизма. Буллинг не удался, а выглядит креативно. И те, кто изначально зашел посмотреть, как православные христиане будут злиться и обижаться на кощунников и богохольников, потом остаются посмотреть. Вдруг платочки еще какого-нибудь хейтера креативно завернут в платочек.